Вы смотрите новости на телеканале Север. О главных событиях дня расскажу вам я, Ирина Цепетова. Уполномоченные отчитались о работе за прошлый год. Депутатам окружного собрания рассказали Татьяна Гашева и Александр Белугин. В докладах омбудсменов прозвучала как положительная, так и отрицательная динамика. В прошлом году в адрес уполномоченного по правам человека поступило 220 обращений. Одной из основных проблем по-прежнему остается жилищная проблема, в том числе жилищно-коммунальное обслуживание. Нередко в аппарат уполномоченного обращаются собственники ветхого и аварийного жилья, недовольные результатами расселения. Также обмудсмен обратил внимание и на недостаточные объемы строительства как в городе, так и на селе. Уполномоченный считает, что одной из важнейших задач руководства региона в сфере строительства может стать разработкой и принятие дополнительного комплекса мер, направленного на развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, что сделает жилье более доступным для населения. На втором месте обращение, связанное с нарушением трудовых прав граждан. Одной из самых несощащенных категорий, по мнению уполномоченного, по-прежнему остаются инвалиды. В настоящее время люди с ограниченными возможностями здоровья имеют беспрепятственный доступ только к незначительной доле объектов социальной инфраструктуры. Уполномоченный обратил внимание и на нарушение прав коренных малочисленных народов Севера. Александр Белугин считает, что одной из проблем оленеводческой отрасли является отсутствие жилья у большинства оленеводов и малокомплектных кочевых классов для детей-оленеводов. О защите прав детей округа рассказала Татьяна Гашева, уполномоченный по правам ребенка. Начала с положительной динамики. Из года в год в Ненинском округе увеличивается численность детей. На сегодня в округе проживает 11 223 ребенка. Снижается детская смертность, увеличивается количество многодетных семей. Проводится большая работа по профилактике отказов от новорожденных. В прошлом году в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило 355 обращений. В каждом четвертом случае право ребенка было нарушено родителям или его законным представителям. Самое большое количество нарушений прав несовершеннолетних было зарегистрировано в таких сферах, как образование, жилье, социальное обеспечение, защита детей от насилия. Очень тяжелыми уполномоченные считают обращения по поводу конфликтов в семье, большую часть из которых удалось урегулировать. Наибольшее число обращений поступило в серии образования. Здесь основные моменты какие? 40% всех обращений – это невозможность получить детям с ограниченными возможностями здоровья доступное и качественное образование. Одной из самых главных проблем остается социальное сиротство, алкоголизация и, как следствие, насилие над детьми в семьях. Проблем остается еще очень много, но, как отметила Татьяна Гашева, аппарат уполномоченного знает, в каком направлении двигаться и как их решать.